Библейский портал экзегет.ру представляет Здесь сделал Тем самым текст подчеркивает Что все строго по господнему замыслу Он сделал из акации жертвенник Для всесожжения Квадратный Пять локтей в длину и пять в ширину А высотой три локтя На четырех его углах он сделал роги Выступы Они составляли жертвенниками единое целое И покрыл всю медью Он сделал утварь для жертвенника Тазы, лопатки, чаши для кропления крови Вилки для мяса и совки для углей Всю эту утварь он сделал из меди Он сделал для жертвенника решетку Медную сетку Укрепил ее под окаймлением жертвенника Так что она доходила до середины жертвенника Он отлил четыре кольца для шестов И прикрепил их по четырем углам медной решетки А сами шесты сделал из акации И покрыл медью Шесты он ставил в кольца Что по бокам жертвенника Чтобы его можно было переносить Жертвенник был сделан полом из досок Тоже в общем и целом Все понятно, да? Он сделал также чан и подставку под него На это пошла медь тех зеркал Что были у женщин, служивших при входе в шатер-встречи Неожиданная добавка Вот сделай, сделай, сделай И одно уточнение Медь женщин, служивших при входе в шатер-встречи Чтобы сделал целый чан Сколько же у них было зеркал Так много А зеркала в древности делали Из полированной меди Стекла вот Ну сначала не было, потом было Но было слишком дорогое И поэтому зеркала были медными Может быть с этими зеркалами Были связаны какие-то языческие вещи Поэтому вот их переплавили Точно мы не знаем Потом он сделал двор То, что вокруг скини С южной стороны двора шла завеса Из тонкого льна длиной стул локтей На двадцати столбах с двадцатью медными опорами Крюки и соединения на столбах были серебряными С северной стороны двора шла завеса Длиной стул локтей на двадцати столбах С двадцатью медными опорами Крюки и соединения на столбах были серебряными С западной стороны двора шла завеса Длиной пятьдесят локтей на десяти столбах с десятью опорами. Крюки и соединения на столбах были серебряными. Восточная сторона была 50 локтей в длину. По одну сторону от входа шла завеса 15 локтей длиной на трех столбах с тремя опорами. И по другую сторону от ворот двора также шла завеса длиной 15 локтей на трех столбах с тремя опорами. Все завесы вокруг двора были из тонкого льна. Опоры под столбами были медными, а крюки и соединения на столбах серебряными. Вверхи столбов были покрыты серебром. Ну, примерно то же, что и конструкция скинии, только скиния крытая, а это вот ограда. Серебряными соединениями были скреплены все столбы двора. Полок на воротах был разноцветным, с голубой, пурпуровой, багряной пряжей и тонкого льна длиной 20 локтей. Его высота была 5 локтей, как у завеса двора. В воротах было 4 столба на 4 медных опорах. Клюки на столбах были серебряными. Верхи столбов были покрыты серебром, соединения на них были серебряными. Все колышки для скинии и колышки для завеса вокруг двора были медными. Мы говорили о том, что чем дальше от святилища, тем менее ценный материал. Подставки под столбы медные. Собственно, крепление этих столбов или крепление чего-то еще серебряное, а вот то, что непосредственно богослужебное, то золотое. А дальше смета. Вот перечень затрат на скинию, скинию завета, составленной по приказу Моисея, левитами. Под началом и Тамара, сына Аарона, священника. Бацалал, сына Хура, из племени Иуда, сделал все, что повелел Господь через Моисея. С ним был Агалиаф, сын Ахисамаха, из племени Дана, владеющий искусством резьбы, а также искусством ткать тканью с орнаментом и разноцветной ткани из голубой, пурпуровой, багряной пряжи и тонкого льна. Золото, использованное для постройки святилища, золото приношений, составило 29 талантов и 730 шекелей. В шекелях святилища. Это вес довольно большой талант, это больше 30 килограммов. Серебро, собранное при переписи общины, а там уже состоялась перепись, хотя об этом не сказано, составило 100 талантов и 1775 шекелей в шекелях святилища, то есть в каких-то стандартных шекелях там, видимо, был образец. С каждого сосчитанного, 20 лет и старше, с 603 550 человек взяли по одной беке пол шекеля в шекелях святилища. Ну, значит, можем догадаться, сколько их было, довольно много. И эти деньги, в соответствии с повелением Господа, они шли на поддержание, скини в рабочем состоянии. 100 талантов серебра пошло на отливку опор для столбов святилища и столбов его завесы. На 100 опор 100 талантов, по одному таланту на опору. 1775 шекелей серебра употребили на крюки и соединения для столбов и на то, чтобы покрыть верхи столбов серебром. Медь при ношении составила 70 талантов и 2400 шекелей. Из нее сделали опору для столбов при входе в шатер встречи, медный жертвенник с решеткой и его утварь. Опору столбов для завесы вокруг двора и для ворот двора, а также колышки для скиний и завесы вокруг двора. Вот интересно, что... В общем, нам не очень интересно, сколько там пошло медиа, серебра, всего остального, но для них было важно. То есть вот в этом деле, в деле строительства скиний, ненужных мелочей нет. Все имеет свой смысл, свое назначение, и поэтому перечислим, как это все выглядело. Интересно, что, скажем, какие-нибудь дореволюционные епархиальные ведомости, там, известия Святейшего Синода, тоже приводят огромные списки трат. Казалось бы, зачем какой-то бюджет там епархии какого-нибудь учебного заведения церковного? Показать, что все честно, что там нет воровства, что вот это дело делается в соответствии с какими-то нормами закона и обычаями людей. Ну, 39-е, следующее будет уже про одежды для священников, и это будет уже такая завершающая глава про строительство и изготовление всяких предметов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова